Хеллоу, друзья мои, добро пожаловать! Сегодня мы с вами поиграем в необычную игру, которая называется Паркозаурус. Мы будем с вами строить парк для динозавров. Мы с вами уже играли в подобные игры, они очень многим нравятся, и мне в том числе. Поэтому предлагаю перейти на карту мира, и начнем мы с вами, пожалуй, с обучения. Это логично. Изучите важные навыки строительства парка. Предлагаю нажать «Новая игра» и посмотреть, что нас тут будет ждать. А если вам понравится эта игрушка, обязательно поддержите ролик лайком. Мы смотрим сейчас, как динозавры летят на ракете на землю. Серьезно? Они высадились на земле, и они, наверное, в шоке от того, что они здесь увидели. Задание – добро пожаловать, командир Олли на связи. Приятно познакомиться, человек. Добро пожаловать в ваш первый парк динозавров. Я здесь, чтобы помочь вам улучшить жизнь наших динодрузей. Видите, это огромное пустое поле. Именно здесь мы вскоре откроем наш динопарк. Да, пока что это место выглядит весьма плачевно. И немного грязно. Но любой великий парк динозавров должен же с чего-то начинаться. Для начала – основы. Давайте осмотримся. Это не только важно, но и очень просто. Попробуйте. Ну, конечно, давайте попробуем. Удерживайте правую кнопку мышки, чтобы подергаться. Давайте подергаемся. Посмотрим, что у нас тут вообще с вами есть. И, как вы видите, парк у нас с вами не такой уже маленький. Мы можем немножечко покрутиться туда-сюда. Все. Мы с вами справились. Все. Теперь у нас будет зашибись, и наши динозавры будут довольны. Научный сотрудник ЛОКа прибыл на службу. Пришло время встретиться с вашим первым динозавром. Вольер – это место, где живут ваши динозавры. Проектируйте вольеры с учетом потребностей ваших динозавров. Деревянный забор? Серьезно? Для динозавра? Деревянный забор? Ну, я надеюсь, что у нас сейчас будет какой-нибудь милый, симпатичный динозаврик, который точно не захочет выбраться. Итак, как вы видите, у нас с вами здесь есть вот такая вот площадь, которую мы с вами сейчас должны огородить. Все, готово. Теперь нам, конечно же, нужны двери. Переходим вот сюда. И надо подумать, где мы их с вами добавим. Может быть, вот туточки давайте здесь разместим. Ну, то есть, чтобы они не в центре были. Чтобы, например, наши смотрители могли легко попасть в парк. Я пилотировал тот самый корабль, пэкс на связи, который врезался в вашу планету. Слушайте, ваши деньги такие блестящие. Мы хотим собрать как можно больше этих классных штук. Я даже придумал способ. Мы будем собирать их в такую большую коробку, которая называется ящик для пожертвований. О, ребят, я помню, мы с вами ящики ставили, когда проходили Планет Зу. Итак, ящик для пожертвований. Ну, наверное, давайте-ка мы поставим его, ну, давайте вот здесь в центре. И, между прочим, что я хотела бы еще сделать? Я бы хотела расширить немножко нашу дорожку. Или нам пока что это не надо делать? Мы можем либо стегозавра, либо трицератопса добавить. Давайте стегозавра. Начнем с него. А, нет, дорожка у нас и так нормальная. Смотрю, что здесь все будут проходить очень и очень даже нормальненько. Давайте-ка мы с вами возьмем стегозавра. Нам нужна трава, тропический лес. И надо посмотреть, где у нас с вами ландшафт. Ландшафт у нас здесь. Трава. Размещаем здесь траву. Все, отлично. Дальше нам что нужно? Нам, конечно же, нужны декорации. Ореховое дерево, сосна. Давайте возьмем, наверное, ореховое дерево. Одно вот здесь. Одно вот туточки. И, наверное, одно вот здесь мы разместим. Нам, наверное, нужны какие-нибудь кустики, что ли. Можно здесь кустик. Вот здесь, например, один кустик. Я вижу, что всем нужна вода, поэтому мы сейчас с вами будем добавлять, конечно же, как можно больше различных озер, может быть. Давай посмотрим, можем вообще добавить какое-нибудь маленькое... Да, можем маленькое озерцо. Наверное, вот здесь. Вот, прекрасно. Одно озерцо у нас здесь. Одно у нас будет вот туточки. Ну, правда, оно какое-то немножко кривоватое. Давайте вот так его хотя бы разместим. И еще одно предлагаю. Ну, наверное, вот здесь. Вот. Ну, практически как будто бы здесь оно и должно было находиться. Далее нам что нужно сделать? Переходим в инвентарь. У нас есть стегозавр. Размещаем его здесь. И нам нужно немножечко подождать. А, как бы, у нас разве здесь смотреть или быть не должны? Нет. Задание прогулка в город. Город отличное место для покупки еды. И аксессуаров для ваших динозавров. Или получения займов. Вы можете посетить город в любое время, даже ночью. Давайте отправимся в город. У нас тут есть овощи, мясо, яйца, шляпы, банк и самоцветы. Интересно. Переходим в овощи. У нас есть овощи, трава, кусты и листья. Ну, давайте прикупим. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Все, готово. Траву мы с вами прикупили. Но нам, наверное, нужна кормушка. Да, я угадала? Точно. Нам нужна кормушка для травоядных. Переходим вот сюда. Маленькая кормушка. Предлагаю ее поставить вот здесь. То есть, если вот здесь ходят люди вдоль забора, они как раз видят, что здесь происходит. Это, я помню, мы с вами в Планет Зу еще смотрели. Забота о лучших, динать друзьях, требует много усилий. Нам нужен смотритель. Ну, конечно же, нам нужен смотритель. Давайте-ка перейдем сюда и посмотрим, что у нас есть в резюме. Смотритель. Так, у нас есть уол. Мне кажется, что нужно, чтобы скорость была неплохая у нашего смотрителя. Поэтому предлагаю взять... Вот, смотрите, какая у нас есть дамочка. Давайте-ка мы возьмем Сико. Рабочая этика. И дать задание. Это мы с вами тоже уже видели. Поэтому проблем, думаю, с этим никаких не должно быть. Уважаемый Асико, пожалуйста, принесите немного еды для нашего динозаврика. Ну что, давайте-ка мы сейчас посмотрим. Вот он, наш малыш хороший. Ты такой маленький пока что. Ты пока что прям очень маленький. Мне кажется, что мы для тебя слишком большой вольер поместили. Так, с панель вольера. Панель вольера отличный способ проверить биом вашего вольера. Ну, мне кажется, что мы с вами создали просто... Нет тебе что? А, голод. Ну, понятное дело, что ты у нас голодный вольер. Этому динозавру нужны еще камни. Камни, камни, камни. Мы с вами так их и не добавили. Базальт, либо же гранит. Можем парочку гранитов. Вот давай сюда гранитик, давай сюда. И мы можем, наверное, еще вот такой вот базальт. Вот прямо здесь в углу. И давай-ка вот здесь. Ну что, ты доволен? Этому динозавру еще камни. Ну, хорошо, давай немножко базальт здесь. Базальт туточки. Вот здесь. И вот здесь. Слушайте, вот все, доволен уже. Ему уже здесь все нравится. И меня это не может не радовать, потому что... Мы с вами знаем, как трудно ухаживать за динозавриками. Мы с вами уже пар для динозавров строили как-то с вами. Пока что ему, конечно, грустно. Потому что ему нужно больше особей того же вида. И пока что он здесь один, и ему... Вот смотрите, купаться он пошел. Может быть, тебе стоит выбрать какое-нибудь более мелкое озеро? Нет? Биоразнообразие. У каждого биома есть свое идеальное соотношение. Это мы с вами знаем. Мне пришлось удалить, к сожалению, вот это озерцо. Потому что игра почему-то не видела нашу траву. Она принципиально считала, что у нас здесь нет травы. Поэтому писала мне все время, пожалуйста, разместите больше травы. Будем возвращать с вами и деревья, и растения. Вот здесь я хочу вот это дерево поразместить. И вот тут еще одно у нас пусть растет. Все, прекрасно. Также нам с вами расположите на участке деревья. А мы с вами что разместили? Это разве не деревья? Ну хорошо. Парочку деревьев здесь. Можем с вами еще вот здесь дерево добавить. Прекрасно. Также нам нужны еще кусты. Ну хорошо. Айва так айва. Я же не против. Я же не жадная. Вот здесь у нас будет айва. И вот здесь. Все, мы с вами справились. Наш динозавр снова доволен. Пришло время открыть наш парк для гостей. Хорошо, давайте-ка будем открываться. А то у нас как бы деньги вроде как и есть. Но все-таки хотелось бы уже открыться и посмотреть, как же будут реагировать на наш парк посетители. Поехали. У нас, к сожалению, уже вечер. Уборщик. О, друзья мои, точно, нам же нужен уборщик. Конечно. Переходим вот в эту вкладку. И я предлагаю взять вот эту мадам. Я думаю, что она должна помочь нам. С вами с уборкой этого парка. Но я бы хотела, конечно, добавить еще какие-нибудь... Нет, декорации нас не интересуют. Постройки. Может быть, оборудование. Давайте парочку скамеек здесь поставим. А то как-то очень странно. Посетители придут, хотят где-нибудь посидеть. А получается, что посидеть как бы и негде. Насколько здесь? Раз, два, три, четыре, пять. Пять клеточек. О, я уже слышу, что все довольны. Значит, раз, два, три, четыре, пять. Вот здесь у нас будет еще одна скамейка. Кликните по уборщику. А где наш уборщик? Давайте-ка посмотрим, ты у нас кто? Вот. Наш уборщик. И вы можете переместить его. Точно. Мы с вами можем перемещать, оказывается, наших уборщиков. И это очень здорово. Потому что, вы знаете, иногда нам срочно нужна помощь. А ее ни от кого нет. Так, много обучения по управлению парком. Давайте уже пригласим гостей в наш парк. Так, мы уже как бы всех пригласили. Пять гостей нам здесь нужно разместить. Давайте-ка перейдем в постройки. Мне кажется, нам нужно здесь освещение хоть какое-то добавить. Значит, поставим здесь один фонарик. И вот здесь. Вот, смотрите. У нас уже светло и хорошо. И здесь еще один фонарик. Надеюсь, что всем здесь понравится. Я планирую тут добавить еще один вольер. Мне кажется, что здесь он как раз идеально впишется. Вот в этой вот зоне. Поэтому нам нужны будут новые динозавры. Вот, смотрите, уже приехали, ребята. Заходите, заходите. Смотрите, с каким восторгом они смотрят на нашего динозаврика. Он, по-моему, пытается затеряться в траве. Все, мы с вами справились и получили тусклый самоцвет. Парк динозавров очень безопасное место. В них никогда не происходит ничего плохого. Вдруг выйти погулять. Подождите, куда вы? Транквилизировать динозавров. Вы серьезно? Выйти погулять? Хотя у нас уже сбегали наши динозавры. Поэтому нет ничего удивительного. Предлагаю взять вот эту мадам. Мне кажется, что она справится с динозавром. И сейчас мы должны транквилизировать динозаврика. Динозаврик-то где? Вот он, наш динозаврик. Выбираем, получается, вот этот вариант. Запрос транквилизации. Сейчас наш охранник должен с этим всем справиться. У нас, между прочим, тут есть свободная камера. Мы можем сейчас здесь поперемещаться. Посмотреть, что здесь происходит. Как будет выглядеть... Подожди, а где наш динозавр? Где наш динозавр? Он, по-моему, вообще в другом конце нет. А вот он спал здесь. Кликните по вашему динозавру. Вот, смотрите, этот малыш спал. Мы его взяли и разбудили. И еще графики. У нас, между прочим, уже день закончился. Как видите, вот здесь у нас как раз карта парка. И очень много было посетителей. Следующий день. Переходим. Пока что вообще рано говорить о чем-то, конечно. Потому что все-таки мы с вами только первый день открыты. У нас тут есть еще очень интересный пункт, который называется режим от первого лица. Вот. Теперь мы с вами можем здесь походить. Давайте уберем руки. Ой, ты чего? А вот и наш динозаврик. Смотрите, наш хороший. Такой маленький, такой симпатичный. Знаете, вот хочется забрать его к себе домой. Согласитесь. Значит, вот он, наш парк. Пока что вы видите, что людей у нас здесь немного. Ну, мало, конечно, сейчас кто придет ради одного динозавра. Поэтому я думаю, что мы с вами должны дальше расширяться. Итак, посмотрим, что нас сейчас ждет. Поднять нашего динозаврика нужно. Привет, динозаврик. Сейчас он у нас находится в инвентаре. Ну, я думаю, что мы его вернем обратно. Мне кажется, что ему этот вольер должен нравиться. Вот, смотрите, все уже радуются. Ну, конечно, радуются. Динозаврик-то вернулся. Давайте откроем для себя мир науки. Очки науки используются в древе науки, чтобы разглокировать полезные улучшения и предметы для вашего парка. Хорошо, переходим вот сюда. И нам с вами сейчас исследовательская станция нужна. Я предлагаю ее разместить. И я предлагаю ее разместить, возможно, вот в этой части. Давайте вот здесь поставим. Мне кажется, что... Хотя, может быть, мы здесь еще один вольер разместим. Тогда давайте вот в этом углу нашего парка. Ну, вот прям туточки. Мы можем генерировать очки науки, выбрать ученых, поместить в научный элемент. Но сюда нам нужна дорожка. Поэтому давайте-ка прокладывать вот сюдашеньки. И нам нужно еще вот так сделать. Все. Прекрасно. Ну, и я так понимаю, что нам нужно нанимать ученых. Давай посмотрим, где наши ученые. Вот наши ученые. Можем взять тебя, либо же тебя. А давайте возьмем Чусус. Мне кажется, что Чусус должно понравиться у нас работать. Выберите ученого. А где наш ученый? Вот. Ученый, я тебе сейчас помогу. Подожди, я тебя поймаю. Я тебя поймаю за голову. Стоять. Вот. Мы тебе поможем сейчас переместиться к нашему научному центру. Прекрасно. Накопите за этот день 20 очков науки. Хорошо, пусть работает. Мы с вами пока что трогать не будем. Я хотела бы, конечно, добавить еще один вольер. Но нам пока что некого туда размещать. Предлагаю добавить еще одну дорожку. Вот здесь она у нас будет проходить. А здесь мы что, не можем? Нет, можем как раз. Вот тут нет. Нам здесь не нужна дорожка. Вот здесь она будет проходить. И давай-ка повернем вот сюда. Вот здесь. Чтобы ребята могли обходить с разных сторон. Могли со всех сторон вообще посмотреть за динозавриком. Конечно, у нашего динозавра должен быть еще какой-нибудь домик. Но пока что домики у нас все закрыты. Мне нужно вернуться в ландшафт и посмотреть, что мы с вами вот здесь закрасили. Видите, надо убрать этот кусочек. Здесь у нас тоже, наверное, будет какой-то интересный вольер. Давайте посмотрим, что у нас с вами есть из построек интересного для посетителей. У нас у меня есть сладкоежка. Предлагаю сладкоежку, наверное, вот здесь разместить. У нас есть динодоги, которые мы, между прочим, можем вот здесь разместить. Отлично. И у нас есть магазин воздушных шариков. Мы можем его разместить, ну, например, 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 вот уточки. Оп, мне кажется, что здесь он... Спасибо большое. Великие яичные открытия. Мне уже нравится название этого задания. Используйте портал, чтобы откопать черепа и следы. Ого. Ну-ка, давайте перейдем. Мы с вами вот здесь выбираем, что мы будем искать. Значит, глубина, искать и автокопание. Но я думаю, что мы с вами попробуем сейчас открыть портал. Временной период. Выберите на временной период в портале, чтобы определить части, каких Дина вы найдете. Также вы можете использовать нанятых ученых, чтобы откапывать. Ого. Так, у нас пошло изучение. Но я так понимаю, что здесь мы сейчас ничего ускорить не можем. Поэтому пока пусть занимаются, я бы хотела все-таки добавить вот эту вот локацию, магазин с шариками. Давай-ка иди сюда. А можно вот это удалить? Пожалуйста, удалите вот эти вот бочки. Вот это желательно удалить. Мне кажется, что никто не будет приходить в наш парк, если здесь у нас будет всякое такое вот разбросано. Нам что с вами еще понадобится? Раз я говорила по поводу вольера, то второй вольер у нас будет вот в этой части. Кстати, вот это тоже желательно удалить. Давайте вообще поудаляем вот эти шины. Деревья я пока что трогать не буду. Возможно, они нам понадобятся в вольере. Но вот мне кажется, кусок машины или те же шины нам тут вряд ли понадобятся. Значит, сейчас надо, кстати, посмотреть по поводу приватности. Что у нас тут уровень приватности у нашего динозаврика? Нет, удалять это не надо. Все. Вы видите, что у нас есть зона. И вот эти вот зоны получатся красненькие. Это те места, где нашего динозаврика видно лучше всего. Но у него как раз есть вот такая вот локация, где нашего динозаврика никто не видит, никто не трогает. И я думаю, что он будет доволен. Что у нас здесь? Ну, пока что ничего. У нас идет изучение, поэтому не будем пока здесь ничего трогать. И посмотрим, что мы с вами можем еще здесь добавить. Вообще, я бы этот парк весь сделала, наверное, зеленым. Мне кажется, что зелень должна понравиться как посетителям. Кстати, у нас уже денег практически нет. Я только сейчас на это обратила внимание. Наш динозаврик, по-моему, все время отдыхает. И мне, честно говоря, его очень жалко, потому что он у нас один одинешенек. И никто пока что к нему здесь не подселился. Это что такое? Это мусор. Где наш уборщик? Где наш уборщик, который должен здесь убирать? Мы с вами можем легко переключиться на наших посетителей, на наших работников. Но мне кажется, что наш уборщик... Вот, видите, он уже прибежал. И сейчас наведет здесь порядок. Нам осталось с вами самую чуточку подождать. И у нас как раз уже будет готов наш портал. Вот, видите, у нас все еще продолжается изучение. Ваша экспедиция прибыла в портальную комнату. Давайте посмотрим, что у нас с раскопками. Ого! А что мы здесь должны сделать? Давайте возьмем такой вариант. А, друзья мои, мы сейчас с вами будем раскопки проводить. Вот, отлично. А ну-ка давай вот так сделаем. И мы с вами уже кого-то успели раскопать. Как же здорово. Так, прекрасно. Возьмем, наверное, вот такой вот вариантиц. Раз, два, три. Вот здесь. Тут тоже. И здесь открываем. Что у нас тут? Вот. Еще у нас вот такие вот есть, ребята. Может быть, здесь попробуем? Прекрасно. У нас, к сожалению, видите, у ребят заканчивается энергия. И мы не сразу можем их использовать. Здесь ничего интересного. Здесь у нас тоже нельзя уже использовать. А тут очки. Открываем. И нам с вами, ну, получается, можно только тебя использовать. Но мне кажется, мы с вами уже здесь все сделали. Я бы хотела, кстати, следующего выбрать, наверное, стегозавра. И, наверное, мы с вами сейчас неглубокое... Блин, у нас денег нет, поэтому давайте-ка будем открывать портал. Пусть они отправляются на поиски. Мы должны с вами подождать, когда у нас наступит следующий день. Потому что, к сожалению, у нас просто катастрофически мало денег. Хотя вы можете обратить внимание, что посетителей у нас здесь достаточно много. Мы должны с вами купить яйцо. Давайте перейдем вот сюда. Но нам с вами, я боюсь, что денег сейчас не хватит. Хотя давайте попробуем. У нас есть яйцо Трицератопса, друзья мои. Мы можем теперь построить новый вольер для Трицератопса. Я думала, нам с вами еще и денежки должны для этого быть нужны. Помните об очках науки? Для чего же они нужны? Давайте я расскажу. Очки науки используются для открытия научных технологий, таких как строительство, улучшения и бонусы. А ну-ка, давайте-ка глянем. Необычный драгоценный камень. Нажмите ЛК и удерживайте для заполнения колбы, чтобы разблокировать научные технологии. А что мы можем? Обучение персонала. И больше мы пока что сделать ничего не можем. У нас сейчас парк закроется, поэтому предлагаю нам сразу же переходить. Нужно, чтобы 20 гостей посетило ваш парк. Ну, я надеюсь, что 20 гостей придут к нам в гости. Знаток парков. Что ж, я научил вас всему, что знаю сам об управлении парком динозавров. Еще столько всего осталось изучить, но теперь парк полностью в ваших руках. И я надеюсь, что вы станете действительно великим владельцем парка динозавров. Ой, друзья мои, это наш парк пока что, но мне кажется, уже будет интересно, конечно же, попробовать новый парк уже в новой серии. А сейчас пока что продолжим работать с этим парком. У нас здесь хранилище динозавров пока что пустое, но у нас с вами есть яйцо Трицератопса. У нас есть 1400 долларов. Давайте посмотрим, мы можем сейчас что-нибудь здесь разместить или же нет. Предлагаю здесь разместить такой же параллельно вольер. Значит, раз, потом мы с вами сколько? Опять-таки 87, да, попробуем. Дальше, дальше, 87, 2. Потом мы движемся вот сюда. Я хочу, чтобы эти вольеры пока что были более-менее симметричные. Дальше мы уже, конечно, можем делать и какой-то другой формы. Что нам с вами нужно еще? Я думаю, что... Давайте-ка сюда перейдем. Трава, тропический лес, размер средний. Хорошо, возьмем опять траву. Мы с вами вот тут все... Ого, 900! Друзья мои, 900! У нас уже денег почти нет, 251 доллар. Я предлагаю тогда перейти в декорации. Что у нас тут есть? Дерево, дерево. Ты стоишь, ну, хотя бы 10. Раз, давайте-ка два. Вот, теперь нам нужна вода. Мы самую малость, чуточку воды здесь добавим. Вот сюда давай-ка. И вот сюда. Вот такое у нас будет озеро. Хорошо, что оно стоит ноль. Потому что если бы оно стоило дороже, то это была, конечно, самая настоящая беда. Вот, теперь у нас есть еще одно озеро. Нам с вами, конечно же, нужны еще двери. Я бы хотела разместить вот здесь вот симметричненько. Вот тут встанут. Да, все, разместились. И я бы хотела сейчас, конечно же... Ваша экспедиция прибыла в портальную комнату. Сейчас мы с вами посмотрим, что они нам подготовили. Давайте-ка, наверное, тоже здесь айву добавим раз. Айву добавим два. Можно еще, конечно же, камешки. Базальт. Ну, давай-ка пять. И вот здесь еще один камешек. Вот уточки. Ну что, мы можем с вами добавить... Осталось нам что? Наша... Кормушка. А, подождите, ящик для пожертвований. Давайте мы его, наверное... Ну, вот тут поставим. Друг напротив друга. Сколько у нас? 200 долларов, ребят. У нас осталось 200 долларов. Нам нужна еще кормушка. Кормушка, кормушка, кормушка. Сто! И кормушка у нас стоит сто долларов. Все. Размещаем. Мне кажется, что мы сейчас с вами добавим яйцо нашего трицератопса. И люди, конечно же, потянутся. Возвращаемся вот сюда. Раскопки. Посмотрим сейчас с вами, что мы можем здесь раскопать. Вот, вы видите, сколько всяких разли... Вау, слушайте. Заработаете 377 из 500. Да мы постараемся. Я бы с радостью. Я же не против-то. Нам нужна вот такая вот штуковина. Затем мы, наверное, движемся сюда. Потом вот сюда. Вот у нас тут есть череп, который нам явно необходим. Так, отлично. Вот здесь размещаемся. Здесь нам не надо. Возьмем еще вот такой вариант. Такой. Вот, ребятки. Мы с вами уже практически все здесь раскрыли. Я думаю, что мы будем следующие раскопки проводить, наверное, в другой локации. Мы сейчас с вами сохранились. Вот здесь у нас с вами все. Череп нас уже этот не интересует. Лапки с вами забираем. Используем вот этот. И мне кажется, что мы можем вернуться обратно. Что мы с вами можем еще? Но стегозавры, я думаю, что нам с вами хватит. Пока что мы не будем отправляться на поиски. У нас и так мало денег. Миссия выполнена. Нет пищи для пополнения кормушки. Сейчас мы с вами все сделаем. Не переживайте. За два дня карта мира продолжить игру. Как я вам и говорила, что новую локацию мы можем начать в новой серии. Нет пищи. Бегом. Бегом. У меня еще есть 100 долларов. Ребята, а у меня как бы 100 долларов. И все. И больше у нас денег с вами нет. И что нам с вами делать? Как мы будем сейчас смотреть за нашими динозавриками? Учитывая, что у нас действительно очень мало денег. Надо бы, чтобы уборщик, конечно, здесь поубирал. Но я так понимаю, что он у нас просто разрывается на все локации. Зато вы посмотрите, у нас ребята очень любят шарики покупать, я так понимаю. Наши ученые работают. Работайте, ребята. Работайте. У нас сейчас появится новый динозаврик. И нам нужно будет как-то его содержать. Я бы хотела, конечно, вот здесь еще дорожки проложить. Но, блин. Мы это пока что с вами вообще не можем никак сделать. Мы, между прочим, здесь можем тоже добавить какие-то места. Здесь можно добавить, например, какой-то ресторанчик. Мне кажется, смотрелось бы очень даже здорово. То есть, допустим, здесь можно было поставить там кафешку. Люди бы сидели, кушали и могли бы наблюдать за жизнью динозавров. Что у нас тут? Здесь у нас работают ученые. Мы их даже отвлекать не будем. Я так смотрю. Нет пищи? В смысле нет пищи? Вы что, издеваетесь? Мы же прикупили еду. Ну, можно, конечно, сейчас что-то... Подождите, а мы можем что-то продать? Вот это дерево. Можно? Да. Восемь. Ну, давайте тогда будем это все продавать. Хоть какие-то у нас денежки появятся, мы сможем хотя бы наших динозавров покормить. Так, шестьдесят девять маловато. Семьдесят семь. Восемьдесят пять. Ну, и сейчас мы с вами переходим вот сюда. Купим две порции. Надеюсь, что этого на данный момент хватит. Очень надеюсь. Зато, смотрите, через пожертвование мы с вами собрали тысячу долларов. И вот в этом проблема. Что эту тысячу долларов мы с вами сможем забрать только тогда, когда у нас наступит следующий день. Кто-то шарик потерял. Люди! Кто потерял своего воздушного динозавра? Пожалуйста, заберите. Он не должен здесь летать. Мы можем с вами, знаете что? Наверное, все-таки будем все удалять. Вот это тоже удаляем. И вот это. Это, знаете, пока что наши маленькие запасы, если вдруг закончатся денежки. Мы это тоже продаем. Подождите. А больше... Больше нечего продавать? У нас наконец-то уже ночь наступила. И я так понимаю, что как раз к ночи у нас появится наш новый динозаврик. Я смотрю, что людишкам вообще абсолютно плевать, куда нужно бросать денежки. Они уже и этому динозавру бросают пожертвование. И этому. Кстати, нам, между прочим, как вы видите, очень даже неплохо 499 долларов успели пожертвовать. Ну, давай, Трицератопс, мы тебя ждем. Мы ждем, когда ты уже появишься. А я пока что смотрю, что я могу здесь еще разместить, что я могу еще удалить. О, кто-то у нас уже очень сильно уставший. Нам бы, конечно, наших сотрудников бы увеличить количество, потому что я понимаю, что они устают. Хоть у нас сейчас еще только два вольера, но все равно, вы представляете, бегать, убирать. Блин, вот тут очень грязно. А я не могу, к сожалению, сама убрать. Нет? Не могу? Ну, понятное дело, что не могу. Выпускаем. И наш Трицератопс уже тоже здесь. Давайте-ка посмотрим, как у нас тут, видите, тоже здесь есть укромная зона для нашего Трицератопса. Ну и также, конечно, есть место, где его хорошо видно. Вот, видите, людям стало интересно. И они как раз подходят, смотрят. Они проходят, кстати, за скамейку. Поэтому я так понимаю, что, в принципе, проблем с размещением скамеек у нас быть не должно. Нужно бы еще освещение добавить, но, опять-таки, денег у нас пока что нет. Я бы еще хотела, конечно, сейчас еду прикупить, поэтому давайте-ка мы перейдем к овощам. Давайте, наверное, добавить ежедневный заказ, который каждое утро будут доставлять ко входу в парк. А мы можем сейчас, да, заказать? Наверное, 60... Давайте 120. Пусть у нас будет больше порций, потому что наши динозавры должны расти, они будут голодные. И мы, конечно, должны их каждый день кормить. Я бы хотела кого-нибудь сейчас еще раскопать, поэтому давайте-ка посмотрим, что мы можем. След стегозавра, череп стегозавра. У нас уже начался новый день, и я хочу снова открыть портал. Пусть наши ученые занимаются динозавриками. Динозавриками. Так, что у нас по деньгам? У нас есть тысяча. Одна тысяча долларов сейчас, и нам нужно, конечно же, прикупить побольше травки. Прикупили мы с вами траву для динозавров, и мне даже интересно, благодаря тому, что у нас с вами появился еще один динозаврик, сколько у нас сейчас будет денег за этот день? Я бы хотела перейти в наш магазин яиц, и посмотреть, что мы можем с вами создать. Череп цератопса. Также у нас есть череп стегозавра, но, к сожалению, вы видите, мы их как-то использовать. Нужен для покупки яиц. Мы, к сожалению, пока что ничего использовать не можем. Видите, нам не хватает. Я бы хотела, конечно, еще одного стегозавра, но вы видите, что нам нужен тусклый самоцвет, а у нас пока что его нет. Хорошо, будем ждать. Возможно, наши ученые. Я выбрала чуть более глубокий слой. Может быть, они смогут там найти что-то более интересное. Я предлагаю, конечно же, нанять еще одного уборщика. Кого мы сейчас возьмем? Давай посмотрим. Может быть... Может быть... Давайте хорька возьмем. Хорек. Хорек, давай, отправляйся к нам на работу. Нас мне просто не очень нравится, что настолько грязно в парке. То есть очень много каких-то коробок валяется. И еще всякой хурмы. Нам это с вами не нужно. Кстати, корзина для мусора. Класс, Даш. Нужно же здесь обязательно добавить корзину для мусора. Иначе мусорить они тут будут постоянно. Где бы нам с вами ее разместить? Давайте-ка, наверное, возле наших хот-догов. Только нужно вот так вот ее передвинуть. Раз. Сколько ты хоть стоишь? А, 30 долларов. А ты уже думала, сейчас как будет она стоить? Долларов 200-300. То все. Будет просто полный кошмар. Здесь мы добавить эту корзину не можем. Поэтому давайте-ка оставим ее здесь. Я надеюсь, что теперь ей пользоваться смогут. Хозпостройка. Беседка и рабочее здание. Давайте, наверное, добавим... Ну, пока что хозпостройку мы не будем. Я бы добавила несколько беседок. Мы можем где ее разместить? Вау, друзья мои, это что было? Что это было такое? Нам не нужна здесь эта постройка. Нет, нет, нет. Верните, пожалуйста, динозавра. Верните динозавра в вольер. Я сейчас успею заделать. Подождите. Все. Все. Молодец. Нет, подождите. Успокойте динозавра. Уже направляется. Фух, ребят. Я уже успела перепугаться. Я уже успела перепугаться, что он сейчас у нас выскочит, и все. И будет просто самая настоящая беда. Поставим, наверное, здесь нашу беседку. Я бы хотела ее окружить, конечно же, дорожкой. Вот так мы сейчас. Оп. Оп. И оп. Готово. Ну, вот, чеки, у нас теперь есть беседка, где наши персонажи могут посидеть и отдохнуть. Далее смотрим, что у нас здесь. Возьмем нашего динозаврика и переместим в вольер. Все. Фух, друзья мои, это что сейчас было? Это почему себя так очень странно повел в вольер? А что с нашим динозавром? Почему наш динозавр решил там посидеть? Я бы хотела посмотреть... Давайте-ка перейдем, может быть, в наш режим от первого лица. Да, хотя, наверное, даже свободную камеру посмотрим, как наши динозаврики тут живут. У нас, как я уже сказала, пока что, конечно, мало вольеров, и хотелось бы расширяться. Мне кажется, именно наш динозаврик пока что еще настолько мал, что он, по-моему, может затеряться в траве, как и его дружок. Я бы хотела еще перейти от первого лица. Давайте-ка к нему опустимся. Вот ты мой хороший, тебе хватает хоть еды? Ну вы посмотрите, ну банан действительно крупнее, чем наш динозаврик. Знаете, мне нравится подобная графика. Мне кажется, она смотрится очень симпатично. И вот такие игры, вот чисто игры на расслабоне. Привет, динозаврик! Привет, мой хороший! Я так понимаю, что наши динозаврики наверняка скучают. То есть им, конечно же, хочется с кем-то еще познакомиться. О, раскопки! Наши раскопки готовы, поэтому давайте-ка мы сейчас посмотрим, что мы тут с вами можем открыть. Вот, ребята, у нас тут есть денежки! Нам с вами денежки выпали. И это очень даже здорово. А тут что-то еще, по-моему, есть интересное. Что это такое? Нам еще с вами очки науки попались. Вот, открываем. Размещаем. Блин, неправильно. Вот так. Возьмем тебя. Отлично. Здесь размещаем. Потом мы можем здесь. Здесь открыть. И нам с вами вот очки можно разместить. Здесь. Ну, придется вот так уже потратить. Вот эту лапку давай-ка возьмем. И мне кажется, мы возьмем вот этот вот вариантец. Раз. Потом берем два. И я думаю, что мы с вами уже открыли все возможное. Вы видите, какие у нас с вами есть награды. Если мы выбираем вариант глубокий, конечно, можно было бы взять... Ну, давайте посмотрим вот этот мантия. Посмотрите, сколько всего нам с вами может выпасть. И монеты. И тысяча монет. Вы представляете? Но стоит оно достаточно дорого. Поэтому остановимся пока на этом варианте. Я бы хотела еще цератопса выбрать. И я думаю, что мы с вами на следующий день... Блин, у нас в минусе. Ребята, у нас как бы в минусе сейчас денежки. Это нехорошо. Но мы получили с вами 500 монет. Я бы хотела их... Все. Фух, друзья мои, можно расслабиться. Предлагаю перейти также в наш научный центр и посмотреть, что мы с вами можем еще прокачать. Туалетные штуки. Хозпостройка. Стол для пикника. Фалафель. Хорошо. Затем мы можем разблокировать горшок с папоротником. Это очень важно. Клумба с лавром. Потом у нас есть научные лекции. Каменный лекторий. Затем информационный знак. Я бы хотела... Давайте сушев. Мне кажется, что нам нужно побольше различных... Сахарный принц. А это что такое? Мороженое. Ну, конечно, друзья мои. Ну, как-то можно без... Подождите, а мы можем открыть мороженое? Нет? Или нам нельзя, да? К сожалению, уже нельзя. Уже, как бы, говорится, хватит. Но вы посмотрите, сколько у нас тут интересных мест и локаций, которые мы с вами сможем в дальнейшем открывать. Слушайте, а может быть, нам с вами... Нет. Пока что сэкономим лучше. И не будем прям-прям все открывать. Я бы хотела посмотреть, что у нас теперь в Антоне дяди Джао. Куда мы с вами можем их поставить? Я думаю, что знаете, куда мы сейчас с вами их поставим? Я предлагаю... Берем наши дорожки. Я бы хотела вот здесь проложить дорожку. А ну-ка, повернись. Убираем вот эту дорожку. Здесь у нас, видите, такая вот будет идти тоже дорожка. Параллельно, получается, нашему вольеру. Иди сюда. Так, прекрасно. Переворачиваем. И теперь движемся вот здесь. Все. Парк закрывается через 14 секунд. Но мы с вами успеем разместить вот здесь вот, например, в Антоне. Так, а ну-ка, крутись. Как нам с вами их поставить? Подождите. А, нам... Сколько? Я 1750... Нет, извините. Нам в Антоне уже не нужны. Не-не-не, спасибо. Мы пока что без них переживем. Тепловые карты. Тепловая карта воды и тепловые карты личного пространства. Ну, это мы с вами уже все видели. Мы уже успели посмотреть, как тут делишки наших динозавров. У нас есть 2000 сейчас долларов. Но я бы хотела, конечно, прикупить, наверное, в городе сначала еду. Потому что знаю я, как у нас тут динозаврики любят покушать. А затем у нас с этим беда происходит. Предлагаю взять, раз у нас с вами есть 1800, давайте мы выберем очень глубоко. Видите, у нас есть необычная шляпа, 5 сердец. И, в принципе, у нас гораздо больше шансов, что мы с вами сможем найти монетки. Открыть портал. Я вот только думаю, может быть, вот этих вот, ребят, выбрать? Или же вот этих? Давайте, наверное, вот этих попробуем сейчас поискать. Посмотреть, как же и кого же мы с вами сможем открыть. Ну что, ребят, я думаю, что нам с вами пора сделать перерывчик. Мы с вами начали заниматься собственным парком с динозаврами. Я думаю, что новую серию, если вы захотите, чтобы мы с вами продолжили изучать жизнь наших динозавров в парке, мы начнем, наверное, с нового парка, с абсолютно нового места. Потому что, так как у нас это парк для обучения, то, мне кажется, будет интереснее, конечно, начать с какого-то интересного задания. Надеюсь, друзья мои, вам понравилось. Это серия. Если вы хотите больше наших динозавриков, больше парков с динозавриками, то обязательно поддержите ролик лайком, подписывайтесь на канал. Скоро с вами увидимся в новых интересных видео. До скорых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok